МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ноябрь 1746-го. На левом берегу реки, которая тогда носила название Барнаул, построили 10 казарм. Вытянутые в одну линию, они стали основой для будущей Петропавловской линии. Это, пожалуй, старейшая из сохранившихся улиц города. Сегодня мы знаем ее как улицу Ползунова. Современное название ей дали не случайно. Именно здесь находилось управление горных заводов, где работал Ползунов, и сам сереброплавильный завод, для которого он создавал свой паровой двигатель. И многие другие ключевые объекты города и округа. 10 ноября 1766-го года из-за прогорания котла остановили паровую машину Ползунова. К тому моменту она отработала больше тысячи часов, показала большую эффективность и сэкономила несколько тысяч рублей, огромные по тем временам деньги. Впрочем, оказалось, что кроме умершего к тому моменту самого Ползунова, мало кто способен ее починить. Машину забросили, а потом и вовсе растащили на запчасти. Оказалось, напрасно спустя 16 лет в далекой Великобритании строительство подобной машины получило поддержку государства и бизнеса, в результате чего Британия стала первой в мире промышленной державой. 9 ноября 1918-го года появился на свет будущий патриарх алтайской литературы Марк Юдалевич. Он родился в небольшом городке Томской губернии, но школу окончил в Барнауле, воевал. После войны много печатался, и первое крупное произведение, поэму «Горный инженер», посвятил Ивану Ползунову. Всего он стал автором более 60 книг, из которых, пожалуй, самая известная «Голубая дама» – повесть, ставшая основой для одной из главных в истории Барнаула городских легенд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова